Всем привет! Сегодня 7 июля. Пасмурное небо. Вот такое. Периодически накрапывает дождик, но при этом 20 градусов тепла. И погода для нас очень-очень комфортная. Почему-то мы с годами стали любить вот такую погоду. Нам не нужна жара, солнцепёк, от которого у меня аллергия. Не нужен нам снег, который нету сил разгребать. А мы стали любить вот такую погоду. Она нам почему-то стала доставлять удовольствие. Но вышла я не за этим. Я вышла записать вам болталочку. Расскажу про свою сестру. Сейчас направлю камеру на какой-нибудь, наверное, цветочек. Вот эти красивенькие цветочки стоят, цветут. Вот установлю камеру, сяду и расскажу вам про сестру. Пока настраивала камеру на цветочки, на цветочек, на один, выглянуло солнышко. Стало приятненько. Ну и тучки вокруг всё равно периодически накрапывает дождик. Капельками пролетает. Но всё равно хорошо, приятно. Такая погода замечательная просто. Так, рассказ сегодня будет про мою родную сестру. Нас у мамы двое. Я и мой брат. А у нашего папы нас трое. Мы с братом и сестрёнком. Наш папа от мамы ушёл, когда мне было 4 года, а брату было 2 годика. Ну, ушёл никуда. В итоге, ну, причина их расставания непонятная вообще. Может быть, из-за спиртного папа употреблял, мама совсем нет. Вот, не знаю. Может, ещё какая-то другая причина. Не знаю. Мама никогда ничего не рассказывала. Он всегда говорит, а, пил. Пил, да и всё. Вот, ушёл папа от нас, бросив у нас двоих детей. И потом встретился с женщиной, у которой было пятеро детей. И он с ней сошёлся. Сошёлся и начал жить. И в этом союзе родилась девочка. Назвали её Марина. Ну, то есть, это наша сестра. Мы про эту девочку знали всегда. Мама всегда знала, где живёт её бывший муж. Какие условия. Она даже туда съездила, посмотрела. Даже хотела его обратно домой себе привезти. Это потом мне уже Марина рассказывала. Вот. В общем, мы с детства всегда знали, где живёт наш папа. Оттуда нам элементы шли. И всегда знали, что у нас там есть сестра. До этого ничего не скрывалось. Всегда это знали. Но встретиться нам с сестрой даже в голову не приходило. Ну, мы же были маленькими. Потом даже, когда я уже в юношестве была, уже в техникуме училась, у меня такая иногда мысля закрадывалась. Но всё равно. Как-то время было не то. Там всё учёба, мальчики, замужество, ребёнок. И вот когда появился у меня ребёнок, вот только тогда я начала думать про свою сестру. Даже не так о сестре, как о папе. Мне всегда не хватало по жизни именно отца. Поэтому я, наверное, во всех мужчинах всегда находила какие-то черты, чтобы обо мне заботились как от отца. Ну, наверное, так. А может быть и нет. Ну, папы мне всегда не хватало. И вот когда появился ребёнок, повторюсь, я почему-то захотела не то, что найти папу, а написать ему письмо или как-то встретиться, или съездить к нему, или к себе пригласить. Ну, вот какой-то вариант я почему-то всегда в голове проигрывала. Папа от нас ушёл, когда мне было 4 года, но он к нам приезжал, когда мне было 9 лет. Я прекрасно помню этот визит. Когда мне было 14 лет, опять же помню. И когда было мне 17 лет. Вот когда мне было 17 лет, он ко мне приехал, но меня не застал на месте. Я училась в техникуме, жила в общежитии. Именно в этот день меня в общежитии не было. Я уезжала в гости к подружке. Вот, и он меня не застал. Вот, и тут, когда уже моему первому сыну было 7 лет, почти, нет, не почти 6,5 лет, вот мне почему-то настолько захотелось увидеть отца, поговорить, пообщаться, вот доскрежета в зубах. И я написала, я знала, где он живёт, я не знала адрес, я просто знала село. Читинская область, Первомайский район, село Чирон, если кому-то это известно. Меня многие смотрят из Читинской области. И я прекрасно знала, что он там живёт, но, во всяком случае, жил, может, куда-нибудь переехал или нет. Но, думаю, письмо, если он там, письмо обязательно дойдёт, потому что это небольшое село, все друг друга знают, и ему это письмо доставят. Это было перед самым Новым Годом. Я письмо отправила, наверное, числа 20-25 декабря, и вы не поверите, 30 декабря ко мне папа постучался в дом, в двери моей квартиры. Я когда открыла дверь, рано утром кто-то стучится в дверь, и я открыла дверь, и на пороге стоял мой отец. Я его прекрасно помнила и знала. Это было, конечно, шок для меня. Ну, и радость, и слёзы, и обнимашки, и всё прочее, прочее, прочее. И он к нам приехал с большой, огромной сумкой. А в письме я ему писала, думаю, а вдруг ему плохо, вдруг ему какая-то помощь нужна. Я не знала о его жизни совсем, я знала просто факты. А как уж он живёт, думаю, тут уже в возрасте, думаю, я живу хорошо, у меня достаток, вообще полная чаша, муж зарабатывает хорошо, у меня квартира благоустроенная, всё-всё есть, заработки. Ну, в общем, всё, я могла бы как-то, думаю, помочь. Ну, всякое может быть. Ну, естественно, встретиться, поговорить. А он ко мне приехал с большущей сумкой. Ну, это же деревня, село, своё хозяйство. И он, значит, проходит на кухню и из этой сумки вынимает два каравая своего собственного хлеба, огромные куски мяса, варенье, соленье. Говорю, как ты всё это припёр? Ой! Ну, тут же я начала, естественно, готовить, потому что это было раннее утро, ничего не было, чаем напоила. Я до того хорошо помню вот этот и его визит. Вот. И тут же начала почему-то варить, ну, как почему-то, начала, значит, готовить картофельное пюре. И его же мясо, как гуляшом с подливом, это было самое простое и самое вкусное, что мы в семье любили. И когда я ему положила вот это пюре, этот гуляш с подливом, А он говорит, Наташ, ведь я всю жизнь помню, как твоя мама вот это готовила. Это было моё самое любимое блюдо. А ел я его вот так, берёт ложкой и всё перемешивает, чтобы была одна каша, подлив гуляш и пюре всё вместе. Вот так я это любил. А я смотрю на это, на всё и говорю, папа, а ведь твой сын, мой брат, точно так же ест, как ты. Мы вообще были, конечно, долго потом мы всё это вспоминали. Не то, что вспоминали, а разбирали, рассказывали друг другу. Мне было 27 лет, значит, брату в то время было 25 лет, а отцу нашему было 45 лет. Он ещё был совсем не старый. Вот. И, значит, он у нас пробыл два дня, на третий день он уехал. И вот, значит, мы с ним день поговорили, и он в этот день мне сказал, что его дочка, это моя сестра, учится сейчас в училище в нашем районном центре. То есть, в каком районе я жила, в нашем районном центре. А он от нас 30 километров. Вот. И мы с ним, чтобы меня познакомить, у него прямо был такой порыв сразу, чтобы нас познакомить. Вот. Марине уже на то время было 18 лет. Мне 27, да, я была 18, у нас деятельная разница. Мы сели на автобус и поехали в этот районный центр. Приехали в училище, научилась в медицинском училище. Приехали, нашли её, познакомились, взяли её с собой и привезли ко мне в квартиру. И, значит, потом они также вместе уехали. Марина поехала к себе в училище, папа поехал дальше домой. Ну, естественно, я Марину пригласила. Это, конечно, для меня совершенно чужой человек. Я только знала, ну, визуально так вот поговорили, пообщались, пригласила её приезжать на выходные. Ну, так, как училище, всегда же выходные, куда-то хочется поехать или у кого-то погостить. И она потом приезжала ко мне с подружкой на субботу-воскресенье. Не помню, сколько раз, но она мне потом рассказывала, говорит, я каждый этот визит прямо вот поминутно помню, а я вот это как-то сильно не запомнила, как-то вот обыденно у меня это всё проходило. Вот, значит, ну, это был декабрь, начало вот, ну, с декабря по май месяц. В этот промежуток времени у нас с первым мужем шло дело к разводу. И в мае месяце я от первого мужа уехала уже насовсем. И сестру, и отца я не известила об этом, что я уехала. И у нас, во-первых, не было в то время сотовых телефонов, некуда мне было ни позвонить, ни как-то. И Марине я, например, при последнем визите тоже не стала говорить, что я скоро покину. Ну, мы ещё покину, не покину, буду я здесь. Здесь у меня ещё было 5 до 6, не знала, где я буду жить, куда мне уехать или остаться, или как что. Остаться я не могла, потому что я точно знала, что я не буду жить с этим человеком. Остаться не могла. Откуда я человека выброшу, что ли? Человек хороший, нормальный, пусть бы создавал свою жизнь. А, я ещё себе заработаю. Квартира была моя от предприятия. Но он так и остался в этой квартире, я уехала к маме. И, значит, я с сестрой-то потерялась. Потом всё у меня закрутилось. Новая жизнь, новая любовь, новая семья, опять второй сын. И всё так вот шло по накатанной. И сестру из головы я не... Ну, как бы, постоянно она у меня была в голове. И до тех пор, пока не появились у нас соцсети. Это мы уже приехали в Кира сюда в 95-м году. То есть мы с ней познакомились, когда был на улице год 87-й. И вот только в 95-м году появились соцсети. Вот с самых первых соцсетей это ещё Аська была. Потом уже появился контакт, почты всякие разные. И я начала искать свою сестру. Я её искала, естественно, по девичьей фамилии. Примерно знала, какой возраст. Набирала этот возраст. И всегда вставляла девичью фамилию. Забегая вперёд, скажу, что у неё нигде не была обозначена девичья фамилия. И мне было просто нереально её где-то найти. Я понимала, что она может быть замужем. Но думаю, всё равно где-то в каких-то отметках она может поставить свою девичью фамилию, как мы все ставим. Я вообще сначала в соцсетях поставила три фамилии, а потом не стала девичью и последнюю всё. Потом до меня дошло, когда уже появились и сотовые телефоны, когда уже одноклассники появились. Я в одноклассниках стала искать. И ничего у меня не получалось. И потом до меня дошло, думаю, наверное, я попробую поискать именно в селе односельчан. Наберу прямо вот в поиске это село Чирон. И вот самым первым попавшим напишу вот свою маленькую историю. Скажу, а знаете ли вы вот такого человека? Я ищу свою сестру. Я написала это письмо, под копирку скопировала и отправила девяти человекам. Вот кого я оттуда с этого села нашла и девяти человекам отправила. И все девять человек мне ответили. Представляете, все девять человек ответили. И все мне сказали, да, такой человек у нас жил. Семья его живёт. Но единственный минус, что его нет уже в живых. Он уже умер. Это папа имеется в виду. А ваша сестра, как вы называете её, она как раз сейчас гостит в этом селе. Мы можем дать ваши данные, и она с вами свяжется. Я была обрадована настолько, что прямо даже вот не верила своему счастью. Значит, мне дали ссылку на её страницу тоже в Одноклассниках. Посмотрела. У неё действительно фамилии девичьи не было. Только фамилия по мужу. Посмотрела. А они живут в Сочи. Значит, поглядела их работу с мужем их так. Мне понравилась их семья такие. Я вот этот рассказ делаю без согласия моей сестры, потому что это моя жизнь. Я рассказываю о своей жизни. Это не задевая ни личности, ничего такого плохого. Да плохого и нечего. Если будет плохое, так это я буду только плохое, а себе рассказывать, если что-то. Я ей даже не предупреждала, что будет такой рассказ. А она мой канал смотрит от и до. Ну и пусть послушает. Хоть это миллион раз мы уже проговаривали. В общем, я её нашла. Ссылку мне дали. Я ей даже написала ответа, ни ответа, ни привета. Думаю, ну и правильно. Нафиг я нужна человеку, который не подавал о себе знать 26 лет. И тут вдруг объявилась такая сестра. Кому-то я нужна 100 лет. А оказалось по-другому. Там, где она была в этот момент, ей, да, передали на словах. Но в этот момент, когда ей всё это рассказывали, у неё не было совершенно связи. У неё интернета не было. У неё не было никаких... Даже телефон не работал. Вот она была в таком месте. Она была у своей мамы. А где мама живёт, там вообще до сих пор нет сотовой связи. Нету. Вот это какое-то глухое такое селение. И она смогла со мной связаться через некоторое время. Первое послание от неё пришло в день похорон моей мамы. Это в 13-м году. Моя мама умерла в 13-м году, 24-го апреля. 25-го апреля мы её хоронили. Вот 25-го апреля сестра мне написала. Вот я это всегда помню, что Бог забрал одного человека от меня и дал другого тут же. Всегда говорят, что один рождается, второй умирает. Как-то замена идёт. И вот мне вот Бог так заменил. Маму забрал, а сестру подарил. И вот с этого дня мы с ней стали очень много переписываться, общаться, рассказывать друг другу о себе. Оказывается, не только там мы знали о ней всегда, что она у нас существует, и она точно так же всегда с самого рождения знала, что у неё есть ещё брат и сестра. Её мама была воспитателем в детском доме. У неё самой было пятеро детей до моего папы. И потом шестая Марина была. Мама, кстати, у неё до сих пор жива. Ей 86-87, наверное, уже лет. Такая молодец. И она всегда Марине говорила, как мне жалко тех ребятишек, как мне жалко, что вы по отдельности растёте в разных семьях. Семь это одно, отец-то у вас один, вы самые родные люди. И вот она всегда-всегда говорила Марине, чтобы я обязательно нас нашла, чтобы мы общались, чтобы мы разговаривали, чтобы мы жили вместе. Марина говорит, вы для вот, ну, мы с братом, для неё какой-то культ был. Мы всегда разговаривали вот о вас. Всегда, вы всегда были в памяти. Но, видимо, вот что они про нас говорили, и нам как-то вот предприносилось это. И мы тоже об этом как бы знали и чувствовали вот такую какую-то связь, неведомую, не знаю каким путём. Но всегда как-то в душе тянулось. Но, во всяком случае, у меня про брата ничего не могу сказать, потому что он в другом месте живёт. И в этот же год, тринадцатом году, мы летом, как всегда, мы с Эльгизом, вот, маму мы похоронили в апреле, и в июне месяце мы поехали в Сочи встречаться с Мариной. Мы встретились, наговорились. До этого мы в соцсетях наговорились настолько, что, ну, в одноклассниках, что мы уже друг про друга знали всё. У нас даже мамы с ней, рождённые, у нас один, то есть 24 мая мама моя рождена, и у неё мама 24 мая. И у неё сестра 23 февраля рождена, у меня сын 23 февраля. У нас столько много совпадений. У меня цифра 9 вообще по жизни идёт по моей жизни везде. У меня дети 9 лет разница. Когда с мужем жила, у меня дом был 9, квартира 9. Мы с ней, когда нашлись с сестрой, у нас тоже с ней разница 9 лет. И вот мы потом... У меня много-много ещё таких... Ну, это уже отклонение. Тема для другого рассказа. Вот. И мы, когда стали с ней разбирать, у нас с ней даже... Что-то болит одинаково. Вкусы у нас одинаковые... Мы даже говорим, смотрим, глаз, взгляд. Её муж говорит, ну, ребята, хоть, знаешь, вот если... Знаете, если вместе нас вроде посмотреть, как будто бы мы разные люди. Но вот если постоянно быть с нами, и вот смотреть на нас, как будто два одинаковых человека. Один начинать, второй заканчивает. Мы росли совершенно в разных средах, да. Всё у нас было по-разному. И воспитание, и всё-всё-всё. Ну, вот как-то вот отец в нас вложил свою одинаковой семье. И что в неё, что в меня. Как сёстры. Я говорю про брата, я не говорю, может, там совсем другое. Хотя брат копия моего отца. Копия вообще. Он очень сильно похож. Особенно, когда ему стало 45 лет. Я сравнила фотографию, когда отец ко мне приезжал в 45, и брату моему 45. Вообще, это одинаковые люди. Совершенно одинаковые люди. Вот так я нашла свою сестру через 26 лет. Мы постоянно с ней на связи. Они к нам приезжали в гости на следующий год, но уже... Мы приехали к ним летом, они приехали к нам осенью. Потом я ещё раз к ним заезжала. Но мы всегда к ним заезжаем буквально на пару дней. В прошлом году так вообще на пару часов только заехали. Но мы на связи, мы знаем друг про друга всё. Сейчас же в скайпе там видеосвязи всё это. Видим, всё знаем. Друг друга очень любим, интересуемся, знаем друг про друга всё. В этом году хочется мне в Сочи доехать, чтобы только не в Сочи пожить, а просто с сестрой пообщаться, наговориться, вот прямо вот до скрежета в зубах. Просто вот, просто побыть с ней рядышком. И всё. И уехать. Вот не хватает времени на самых родных людей. Вот это неправильно. Ну всё, ребята. Спасибо, что в очередной раз послушали мою болталочку. Вот так у меня всегда было, значит, в моей жизни только брат. А вот во второй половине жизни у меня теперь есть и сестра плюсом ещё. Это очень здорово. Особенно ещё такая, которая очень похожа на меня. Всё. До новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»